В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Сегодня глава администрации района Ильшад Вазегатов провел очередной предпринимательский час при участии его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей учреждений, заинтересованных и задействованных в решении, поставленных в процессе рассмотрения проекта вопросов. Для участия в предпринимательском часе была подана одна заявка от фермера Зинура Валеева. Идея принять участие в программе «Семейная ферма» у фермера назрела давно. Попытки самостоятельно собрать все нужные документы уже были, но не увенчались успехом. У Зинура Валеева есть желание расширить свое хозяйство, закупить сельскохозяйственную технику и увеличить поголовье скота. Он обратился за консультационной поддержкой для участия в программе поддержки фермерства. Для достижения цели нужно проделать многое. Сделать оценку недвижимости, составить бизнес-план, оценить свою платежеспособность, продумать и проработать каждый вариант возможного решения задачи. Со стороны администрации Зинуру Валееву будет оказано содействие. Да, сегодня мы обсуждали вопрос участия в программе «Семейная ферма» Валеева Зинура, который работает в Истякском сельсовете, или не Истяк. Он давно работает, результаты есть у него и хочет расширяться. В данный момент у него возникли проблемы с участием. Мы провели консультацию со стороны управления хозяйством и со стороны других служб администрации. Он хочет расширить ферму, которая бездействует, в деревне стоит. Сейчас он уже выкупил эту ферму, будет ремонтировать, будут завозиться племенные нетели. И современная техника будет закупаться в рамках этого проекта. Общая сумма инвестиций предполагается пока около 30 миллионов. И мы всячески будем помогать, так как развитие фермерского хозяйства в Яноволе необходимо. В целях возрождения и сохранения традиционных игр конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука Республиканским центром народного творчества совместно с автономной некоммерческой организацией Мерген Оксы было решено о проведении семинаров по стрельбе из традиционного лука. 28 января такой семинар состоялся и в Янаульском районе. На встречу с нашими школьниками приехал директор некоммерческой организации Мерген Оксы Юлай Галиолин. Он рассказал участникам семинара историю народного костюма лучников, что представляет собой движение Мерген Оксы о традиционной мужской одежде башкир, наглядно показал, в каких национальных костюмах обычно проходит соревнование по стрельбе из традиционного лука. Традиционная стрельба из лука очень развита во всем мире. Уже 15-20 лет проходят международные соревнования, чемпионаты. Она еще называется стрельба из национального лука. То есть вот эта стрельба из национального лука подразумевает под собой наличие национальной одежды. Поэтому я вырежу такую одежду, то есть они там не в трико, не в спортивке и не в джинсах. То есть это как бы не мои правила, международные правила обозначают, что если приходят на соревнования, там люди из разных стран приезжают, они все в национальных одеждах и стреляют все из национальных луков. То есть национальные луки это обычная палка-веревка. Здесь нет никаких прицелов, никаких полочек, никаких приспособлений, просто тетива и лук. Лук представляет собой реплику боевого лука, который был в старину. Склеен из детских сортов дерева, но в старину еще добавлялся здесь рог ездей, рог крупно-рогат скота. И снаружи покрывался сухожилиями. Сухожилий покрывался и чтобы это на солнце не рассыхалось или под дождем не мокло, его обматывали кожей или берестой. И такие луки были очень мощные, очень гибкие, очень хлесткие. Например, с 40 шагов по описанию лук пробивал коня насквозь. То есть стрела входила в грудь и выходила сзади. То есть дальность полета такой стрелы, то есть из такого лука доходила. Самый рекорд чемпиона, ну как рекорд установленный мира, рекорд мира, это 897 метров. Для сравнения, пуля от автомата Калашникова летит 1000 метров, пуля от автомата ППШ летит 600 метров, а это 897 метров. Когда, например, если буран был, пурга была, то есть это дело завязывали, опускались, и вот это, видите, затыл, он не давал продуть. То есть, вот, кроме того, если, например, как бы был шлем с кольчугой, то есть он тоже это дело прятал, то есть не давал кольчуге ржаветь под шлемнику. Вот, и поэтому вот такие шапки, они высокие. Почему? Потому что вот именно, чтобы можно было носить шлем. Если, например, в зимнюю погоду, как сейчас минус 20, сесть на коня и поехать в Бураево, который находит 70 километров, то по пути у вас просто шлем в голове примерзет. И чтобы такого не случилось, как бы, одевали, ну, делали такие вот шлемы, носили под головным убором, под шапкой. Вообще, например, как башкир, носили три вида одежды сразу одновременно. С чем это было связано? Если, например, полчаса такая, и сверху могли еще что-то одеть. То есть если где-то, ну, летом там или весной выходили в степь, то не было такой там гостиницы где-то, чтобы было там, то есть если заставал путник ночью дороги, он одну вещь стелил на землю, другим укрывался и вот третьим спал. То есть, поэтому, как бы, все свое ношу с собой было. Еще хотел сказать про штаны. Например, запорожские кузаки, которые ходили, у них тоже там были шаровары, ну, такие широкие. То есть это вот, у кого-то сколько было денег, такие носили. Вот, и было, пока это мотня была, то есть это мотня, чтобы можно было туда зацепить халат. То есть приезжали к Бураево, халат вытаскивали, а эстантиган, эстантиган, салвар оставался чистый. Юлай Галиулин показал всем мастер-класс по стрельбе из лука, ознакомил с правилами и приемами стрельбы. Этот вид спорта заинтересовал многих учащихся, желающие получили возможность опробовать стрельбу из лука. Выиграли мы, стали обладателем гранта в номинации «Активная республика», название гранта «10 стрел мараганоксе». По этому гранту мы хотим в 10 районах республики открыть 10 районов, 10 клубов, которые будут практиковать стрельбу из традиционного лука. То есть эволюция в общее движение мараганоксе, которое существует в республике уже с 2016 года. В движении свыше 500 человек, то есть очень много детей. Например, в Ишимбайской районе у нас 112 детей стреляют из лука, практикуют, кажется, лук имеют, кажется, стрелы имеют. Проходят соревнования, летом, в принципе, еженедельно в разных районах республики. Проходит международный фестиваль мараганоксе, куда приезжают из разных стран мира, из России, из регионов Российской Федерации. И вот это единственный вид спорта, в котором могут участвовать и женщины, и мужчины одновременно. То есть, например, взять курор, или футбол у нас подельный, то есть есть мужские, есть женщины. А именно стрельба звука, она такая, нет такого ограничения. То есть все одновременно могут стрелять. И самое главное условие у нас обязательно наличие национальной одежды. Народная одежда, то есть это не моя прихоть, это вообще международная практика, когда одевать народную одежду, национальную одежду. То есть этим таким образом тоже привлекает, и как бы новые ученики к нам приходят, когда это становится интересно. Потому что, например, на международный фестиваль мараганоксе приезжают люди из разных стран, немцы приезжают, китайцы, киргизы, казахи, Дагестан, Венгрии, поляки. И кажутся на одежде, делиться культурой. То есть у нас вечером в такой фестивале проходит еще культурная программа. Люди поют песни свои, бегают на своих национальных инструментах, рассказывают стихи, истории. То есть, ну, как бы, и демонстрируют свою культуру. Приводят национальное угощение. Мы тогда куда-то едем, тоже там с собой курорт берем, там кумыс берем, козы берем. То есть угощаем, как бы, других людей, как бы, рассказываем про историю вот этой продуктов, там, про историю и культуру нашего народа. Поем песни, играем на музыкальных инструментах. Ну, как бы, это, ну, практикуем, это интересно. Вообще план такой, что мы сейчас... Удача стоит найти человека, который будет этим делом заниматься, его уже обучить. То есть дать ему сертификат, который сможет заниматься по ту с детьми. Вот. Вот. И уже дальше, чтобы заниматься и взрослые, и дети тоже. И сертификат даем от БГУ, то есть печати, комп, свидетельство. И можно будет заниматься такой судьбой звукой. Инструмент оставляем, да, район, и на Усть-К район, то есть, как бы, город, и на Усть-К район может заниматься. То есть, это, как бы, первый склад такой. А в дальнейшем уже там, кто там захочет, купить себе получше, там, то есть, там, там, чан приобрести, там, одежду прошить. В дальнейшем планируется популяризовать новый вид этноспорта для местного населения, что способствует изучению исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия народов Республики Башкортостан. В рамках муниципального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района-2020» 29 января были показаны открытые уроки участников-конкурсантов в гимназии имени Муксинова. Согласно условиям, каждый педагог должен был провести занятия, максимально раскрыв выбранную тему, заинтересовав учащихся и вовлечь их в успешное усвоение нового материала. В состав жюри конкурса входят представители управления образования и учителя школ нашего района. Так, учитель башкирского языка и литературы Новортовольской школы Алсу Асатова показала урок на тему «Башкирский алфавит». По завершению этого этапа конкурсантов ждет следующее испытание. Демонстрация потенциала лидерских качеств в задании «Круглый стол образовательных политиков» и методическая подготовка в задании «Мастер-класс». В рамках конкурса «Учитель года Янаульского района» проходит у нас конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района». Всего в конкурсе участвуют три учителя башкирского языка и литературы нашего района. Сегодня мы смотрим открытые уроки по башкирскому языку и литературе в третьих-пятых классах. Участвуют из трех школ – из школы села Ямады, Нового Артаула и гимназии имени Максинова. Учителя высшей категории, первой категории. Во время проведения урока мы основное обращаем внимание – правильная поставленная речь учителя, во-первых, потому что это основное требование, можно сказать. Потом соответствует ли материал уровню детей, все ли построен ли урок методически правильно. Вот это основные моменты урока, можно сказать. Подготовку к республиканскому фестивалю народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, активно ведут не только творческие коллективы нашего района, но и сотрудники Дома пионеров и школьников. Сейчас они заканчивают реализацию своей идеи оформления декораций фойе культурного досугого центра. По задумке авторов, законченная инсталляция отобразит и виды городов, героев нашей страны и лица всех тех, благодаря кому победа стала возможной. Эта наша техника называется декупаж, декупаж техники вживления, обычных таких фотографий, которые взяты с интернета, потому что вживые фотографии там немножко нюансы есть, поэтому мы убрали эту технику. Но эта фотография будет у нас в поделке в виде призмы, с одной стороны военные действия, с другой вот эта карта с цифрой 75-летия, а с другой стороны у нас будет говорить о том, что города-герои и памятники этим героям, которые у нас во время войны были, после войны дали медали нашим городам-героям. А третья сторона у нас это солдаты всех профессий, например, это танкисты, артиллеристы, летчики, медсестры, вот все эти фотографии. Ну, у нас идеи всегда возникают, просто мы все коллективом посидели, подумали, вот это, чтобы как бы интересно нам это здесь сделать. Но это у нас еще не было, у нас что-то это немножко где-то взято с интернета, где-то сами вот немножко вживили, придумали, а тут все скомпоновали и получилась вот у нас вот такая техника. Первый этап соревнований Лига военно-патриотических клубов личного зачета среди воспитанников клуба «Юн-армия» в рамках армейских международных игр 2020 прошел в спортивном зале 4-й школы 29 января. В состязании участвовало 20 ребят. Свою спортивную подготовку и навыки они продемонстрировали в таких видах, как челночный бег, подтягивание на высокей перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Это соревнование приурочено к всероссийскому месячнику оборонно-массовой работы ДСАФ. В соревновании принимают участие дети из «Юн-армии». Ребята показали хорошую физическую подготовку и участвовали с удовольствием. Всем участникам Лиги ВПК вручили сертификат участника, который дает право на скидку в размере 20% при обучении местным отделением ДСАФ. Несмотря на то, что на дворе середина зимы, у жительницы Янаула Рамзии Сафиной на подоконнике покраснели томаты. Как это у нее получилось, зрители могут посмотреть в нашем эфире 31 января. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, переходящий в мокрый. Местами гололедица, на дорогах снежный накат. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью у нас 4-9, не минус 1, не минус 6 градусов. Новый год. Самое время радовать, удивлять, благодарить и дарить подарки любимым. Каждое второе украшение в подарок во всех салонах ювелир-центра. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. 31 января и 1 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы». В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Продолжается прием документов на вакантные должности. Главный специалист отдела промышленности и строительства – администрация муниципального района Янаульский район. Директор муниципального автономного учреждения – загородный детский оздоровительный лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Полная информация размещена на официальном сайте администрации Янаульского района в разделе «Вакансии». Здесь все помнят, и кто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Бывает так. Гудишь с друзьями до утра. Бывает так. Закуришь сигаретку перед сном. А бывает так, что после всего этого ничего не остается. Каждый десятый пожар происходит по вине лиц в состоянии алкогольного объединения. Предотвратить проще, чем исправить. Продолжение следует...